Орехово-Зуевский район Огромное количество Кукурузных палочек Флаги Одеяло Белье Трассы-подушки Какая-то такая Торговля Реально Вся дорога В этих Распродажах Орехово-Зуево Нам до него еще 5,6 Едем так Я въезжаю Повернула я вернее уже В сторону Орехово-Зуево Конечно мои грязные окна Но тем не менее Ладно, буду пробовать показывать Что я могу рассказать про Орехово-Зуево Что я знаю Я знаю, что Город возник В XII веке В результате Слияния Торгово-ремесленного Села Орехово И Фабричных сел Никольское и Суево Про название Города Из-за чего оно таким Из-за чего оно таким получилось А получилось оно Из-за того, что В селе Орехово По берегам реки Клязьм Клязьм Рос Орешник По этому селу Называлось Орехово А в селе Зуево Жили многочисленные Болотные птички Зуйки Ну и соответственно После объединения Оставили название Орехово-Зуево Факт Того, что Символом Орешник И Зуйки Этот факт Он отражен в кирпе Что еще могу сказать Еще могу сказать Что Если я не ошибаюсь Городом Он стал То есть статус города Орехово-Зуево Приобрел В 1917 году Вот Собственно На этом Мои познания Орехово-Зуево Заканчиваются Но название Красивое Так Мне еще Значит 4 километра Хотя Считается Что это уже Черта города Ну по крайней мере Так было написано На указателе Но мне еще Думаю Местное значение 4 километра И я тогда уже Подъеду И там включусь Покажу Что же я Я вижу Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Я доехала до своего местного назначения. Тут еле нашла возможность припарковаться. Смотрите, какие дороги. Сейчас я приближу. Это вообще просто какая-то яма. Яма, яма, яма. И вот такие вот домики. Пока я высоток не видела, пока вижу только вот такие вот... Не знаю, что это, Сталинки, Брежники. Вот с такими вот балкончиками страшными. Ну, в том плане, что на них страшно вставать. Вот пока я вот таким я вижу Орехова-Зуева. О, смотрите, как припарковался товарищ. Прямо под подъезд. Ну, может, они, конечно, разгружаются. Не знаю. Ладно, мне нужно повернуть. Вот, собственно, как выглядит еще раз Орехова-Зуева. Ну, как бы что-то как-то... Вот дома пошли такие многоэтажные. Так близко. Вот такие у них. Такие же, как в Ногинске. Ограды. Заборчики. Неправильное слово. Заборчики. У нас время 5 часов. Блин, сейчас мне нужно еще в одно место, в этом Орехово-Зуево. И потом у меня еще один город. Я очень надеюсь, что я успею там хоть что-то показать. Потому что скоро станет темно. Слышала, пока ехала, слышала новости. Оказывается, завалилось снегом не только Подмосковье, но и завалило Москву. Причем, так, хватит трындеть. Какое-то радио поймалось непонятное. Терпеть не могу, когда радио трындит. Что я говорила? Про то, что отменены рейсы из-за погодных условий. И про то, что просят автомобилистов не использовать по возможности свой автомобиль. Про то, что чистят дороги. Ну, вот я показала вам, как чистят дороги в Подмосковье. То, что, как бы, да, я увидела. Вот здесь, ну, я не думаю, что их чистили. Я думаю, что они просто растаяли. В большинстве своем. Ну, если в городах это еще, в таких подмосковных городах это еще, в общем-то, ничего страшного. То вот на трассах это вот такое вот, такая вот жуть творилась в течение дня. Я думаю, что сейчас еще ближе к вечеру еще подмерзнет. Будет еще, еще радостно. Ладно, вот таким я вижу Орехово-Зуево. Честно говоря, ну, не знаю, мне казалось, что... Ну, может быть, тут есть еще какие-то действительно такие красивые достопримечательности, которые я просто не проезжаю. Потому что я же говорю, что я езжу по делам. И вот то, что я успеваю захватить своим взглядом, в общем, да, в этих городках, то я, собственно, и показываю. Может быть, конечно, здесь есть что-то действительно красивое, но пока... Ну, пока... Ну, пока я ничего не увидела. Если я увижу еще, я включусь, покажу вам. Вот здесь оружейная лавка, смотрите. И солдатики такие нарисованные. Да? Весело. Скинскому. Смотрю материалы. Все. Еду я дальше. Сейчас, если что-то интересное будет, я включусь и покажу. Так, я еду сейчас в Павловский посад. Это еще один подмосковный город. Буду в него уезжать, расскажу все, что я про него знаю. А сейчас показываю, что у нас творится на дороге. Пошел дождь. Немножко уже так стемнело, потому что время шестой час. Дождь со снегом, я не знаю, с грязью. Ничего не видно. Дорога вообще ужасная. Просто ужасная. Раз, два, сейчас доедем. Это последний город, и потом я уже поеду домой. Ладенька, буду въезжать в Павловский посад, включусь. Так, вот я уже въезжаю в Павловский посад. Уже немножечко подстемнело, но я надеюсь, что я что-то, хоть что-то, смогу вам рассказать. Так, сейчас вот мы через реку Клязьма переедем. Здесь такой переезд. Там, в сама река Клязьма. Вот, здесь у меня был поворот. Сейчас я поверну. Уже видно логотипы, то, что здесь есть Макдональдс. Куда? Куда без Макдональдса? Без Макдональдса вообще никуда. Вот, пошли какие-то здания небольшие. Так, 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 так. Там какая-то церквушка вдалеке вот видна. Не знаю, я буду, я подъезжать не буду. Через 300 метров мы вернемся на лево. Ага. Так. Ну, вот такой вот въезд. Опять же, это маленькие домики. Все не очень хорошо видно, конечно, уже. Ну, вот. Вот как-то так. Видите, с такими прям. Полеет. Нарево. Нарево. Да, черно-налево. Вперед. Наши машины. Три готовьтесь. Через один километр сто метров повернемся на фронт. Хорошо. Три готовьтесь. Видите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, как будет видно, не видно... Так, здесь... Вот какая-то часовенка, смотрите, красивая... Река Вахонка... Так, еще один мост проезжаем с фонарями, с такими красивыми... Через 100 метров... Хорошо... Я не знаю, честно говоря, центр или не центр... Вот здесь вот, это, наверное, уже центр, судя по всему... Ну вот, если я вижу Макдональдс, то, значит, это центр... Центр города... Так... Так... Я впервые в Павловском Посаде... Что я знаю про Павловский Посад... Ну, кроме того, что это... Кроме того, что это... Кроме того, что город знаменит тканевым производством... Это... Кроме того, что это... Это баллопосадские платки, очень красивые... Платки шали... Так... Сейчас... Классируем... Что я еще знаю про этот город... Расположен он при слиянии рек, которые мы уже проезжали... Это Клязьма и Вахны... так люди переходят вообще очень плохо видно меня до стекла протереть потому что я никого не вижу не вижу никого никто не видит меня что еще я знаю что он впервые упомянута в 1339 году опять же если я не ошибаюсь прямо ты не знаю должны в принципе да должны там у меня переезд который закрыт ну ладно пока переезд как раз закрыть я расскажу что я знаю так впервые напомянут 1339 году как село павлова он был вочиной князя дмитрия донского но собственно городом это село стало называться 1844 году по решению императора николая первого вот собственно и все мои такие небольшие познания так сейчас я должна все равно должна буду стоять переезд закрыт а как же мне попасть если переезд закрыт значит мне нужно как-то развернуться ладно все сейчас я буду разворачиваться выезжать вот так вот такие таким вот я увидела павловский посад конечно уже темно и наверное я уже больше ничего не смогу показать и в общем то сама увидеть поэтому поэтому на этом попрощаюсь спасибо что досмотрели до конца вот все всем хорошего дня хорошего вечера я еду домой пока пока пошел дождь я еду вот такой вот страшной дороге на самом деле ничего не видно вот примерно так же я вижу дорогу как вы видите ее сквозь мою камеру честно я почему включила потому что особо показывать да ничего ничего не видно просто темно страшно дождь периодически тебе в лицо фары и большие куры которые мчатся и обливают грязью то есть показывать нечего и ничего не видно но я к чему включила это все чтобы сказать господи как страшно как страшно ездить ночью по подмосковью это это даже не трассы это какие-то дороги ну да наверно это трассы в общем это дороги которые абсолютно не предусмотрены для того чтобы на них можно было нормально ехать это страшно но что я могу сказать я считаю что это очень хорошая школа потому что поездив по таким вот страшным погодным условиям по таким дорогам наверное я вот могу только сравнивать да с египтом я понимаю что блин какой рай я когда сажусь там за руль вот так получалось что если я приезжаю прилетаю туда вот когда после того как у нас вот такая вот грязь слякоть и страшнота и когда мы например ну так часто бывает что мы путешествуем по городам египта да чтобы посмотреть на эти всю страну и я понимаю что я понимаю что когда мы едем там вечером сквозь пустыни я понимаю что это кайф и то что муж говорит ой как это страшно дорога страшная мне все время хочется сказать боже мой милый ты бы в нашей России вечером в пол восьмого в дождь в грязь в слякоть без не знаю без каких-то каких-то других еще важных условий не знаю уже какие слова подобрать вот сделал бы ты вот за этот руль и вот тогда бы ты понял что такое страшно но тем не менее ладно я надеюсь что я доеду все будет хорошо я уже попрощаюсь еще раз будьте аккуратны на дорогах что я могу сказать дорога страшная не торопитесь пусть кому нужно ехать быстрее вас обгоняют не спешите дорогие девушки не поддавайтесь потому что ну реально вот то что сейчас происходит на дороге этого не видно в камеру но это ужасно все берегите себя и свои плитки пока пока